Добрый день! Я Екатерина Зернова, народный мастер Российской Федерации по ручному узорному художественному качеству, методист Государственного музея-заповедника Куликово-Поле, его филиалу Тульские древности. Мы предлагаем вам принять участие, возможно активные, а возможно только как зрители, в 10 занятиях от веретина до станка. Мы будем с вами учиться прясть и ткать. Именно так называется наш проект. Вы можете посетить выставку, можете посетить музей обучиться, но также благодаря нашим встречам вы можете узнать о том, как создавали нити, текстильные изделия в старину и даже можно сказать в древности и что-то попробовать сделать. Тема нашей первой встречи – искусство придения на веретине. Как известно, веретину использовали со времен Древней Руси. Именно к истории Древней Руси мы будем с вами периодически обращаться, поскольку наш музей занимается изучением культуры Древней Руси. И на мне вы видите костюм женщины из племени вятичей XIII века. Ведь именно это племя обитало на территории Тульской области. Придение позволяет создавать нить. Каждой женщине в старину приходилось прясть. Самое простое приспособление для придения – веретино. Известно было практически всем народам. Сначала это была просто заостренная палочка с пряслицем, а затем стали использовать специальные, выточенные, иногда даже украшенные и расписные веретена. Итак, веретено изготавливалось следующим образом. Один его конец был заострен, другой – утяжелен. Такое веретено могли украшать специальными насечками или даже росписью. Я держу в руках веретено из Тульской области. В основном рабочий инструмент туляков достаточно простой. Он редко украшался росписью или резьбой, но зато был очень простым, функциональным, удобным в работе. Для сравнения мы можем посмотреть вот на это красивое архангельское веретено. Продолжали работать с веретенами и в советское время. Посмотрите, какое красивое сувенирное веретено было изготовлено в советский период. Но на самом деле на смену веретену в XIX веке пришла механическая самопрялка с колесом, ставшая символом крестьянского быта. На самопрялке производительность была в пять раз выше, а то и больше. Каждая семья стремилась приобрести такую прялку и старалась ее беречь. Поэтому во многих семьях и по сей день есть самопрялки. Что же касается веретен, то их использовали до нынешнего дня. Да и многие мастерицы сейчас мечтают овладеть искусством придения на веретене. Конечно, современная рукодельница не может позволить себе держать в квартире самопрялку. Но зато веретено легко можно взять с собой. Многие увлекаются придением, создают креативную арт-пряжу для современных изделий. Так что это искусство не ушло в прошлое, сохранилось и продолжает развиваться. Приучали жителей русской деревни к веретену. Девочка поначалу работала не с веретеном, а играла в куколку-хороводницу, которую нужно было раскручивать пальцами одной руки так, чтобы у нее развивалась юбочка, как будто она танцует в хороводе. Таким образом она разминала пальцы и привыкала делать вот это вот особенное движение, которое позволяет вращать веретено. Когда девочка подрастала и становилась девушкой, она ходила на вечерки и плела. И за зимой ей нужно было напрять никак не менее 40 полных веретен, для того, чтобы было штуткать весной. Придение было обязательным занятием. За предением девушки пели, шутили. Иногда на вечерках девушки и парни знакомились между собой. Если парень ухаживал за девушкой, он мог отломить маленькое деревянное украшение от ее прялки, пообещав на будущее, что он сделает ей новую прялку уже как ее жених. А раз уж зашла речь о прялке, я расскажу подробнее, что это такое. В большинстве случаев современные жители городов считают, что прялка – это именно сама прялка с колесом. Нет, самая древняя архаичная прялка состояла из лопасти и донца. Это было всего лишь устройство, на которое крепилась кудель для придения. Северные прялки украшались богатой резьбой и росписью. Наши инструменты гораздо проще, но они очень удобны в работе. Вот такой гребень часто применяли для того, чтобы закреплять льняные волокна или шерстяную кудель. Также очень удобно на таком гребне закреплять кудель для прочесывания. Многие мастерицы именно так и поступали. Но прежде чем рассказывать о процессе придения, следует еще вспомнить о том, какие материалы использовали. В Тульской области традиционно это была овечья шерсть, либо льняное волокно. Также могли использовать коноплю и крапиву. Волокно или кудель получалось в процессе долгой подготовки. Лен необходимо было вырастить, затем собрать, вымочить, потом пропустить через мялку, протрепать. Только после этого получалось льняное волокно. Внутри льняных стеблей скрываются очень тонкие и прочные волокна. Из них получается замечательная тонкая нитка. Было даже такое выражение – льняной шелк. Чем искуснее была мастерица, тем тоньше получались у нее нитки. Благодаря тому, что у льна такое тонкое и длинное волокно, нитка может быть очень прочной и очень тонкой. Для многократного прочесывания льняной кудели использовали специальный гребень. Вы видите в моих руках настоящий старинный гребень из Тульской губернии. С каждым следующим прочесыванием льняное волокно становилось все тоньше и все качественнее. Шерсть также легко прясть, особенно если шерсть достаточно длинная. На примере шерсти покажем, каким образом пряли на веретене. Нить получается в процессе скручивания. Вытягивая нить из кудели и скручивая ее, мы ее удлиняем. Это можно сделать даже просто руками, без специальных приспособлений. Но, конечно же, веретено значительно ускоряет процесс. Нить фиксируется на утяжеленной части веретена. Затем мы делаем скользящую петельку и закрепляем ее на заостренной части. Беретено вращалось следующим образом. Его опускали вниз и движением, очень похожим на щелчок пальцев, раскручивали. Таким образом скручивалась нить. Пальцами левой руки обычно разбирали кудель, так, чтобы вытягивать ниточку тонкую и аккуратную. Пальцами правой руки вращали веретено. Когда ниточка становилась достаточно длинной, девушка наматывала ее, как говорили тогда, на две ладошки, на три ладошки. И затем уже эту нить переносила на утяжеленную часть веретена. Снимая фиксирующий узелочек и наматывая нитку вручную. После этого процесса прядения можно было продолжать. Ну и, конечно, ходят легенды о том, как делали крапивную нить. Крапивную нить сделать несколько сложнее, поскольку кудель крапивная довольно-таки ломкая и мягкая. Между тем приписывают волшебные лечебные свойства крапиви. Говорят, что она согревает, лечит суставы и так далее. Крапиву обрабатывали не так уж часто. Современные мастера иногда делают крапивную нить. Ее можно не только использовать в ткачестве, но и добавлять в какие-нибудь декоративные изделия. Что добавляет не только, возможно, лечебных свойств, но и придает волшебный аромат. Итак, завершается наша первая встреча, посвященная искусству прядения на веретене. И впереди нас ожидает рассказ о самопрялке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!